Здравствуйте! 20-е годы 20-го века. НЭП! Москва растет и расцветает, да? И нужен городской транспорт. Метро тогда еще не было. И Москва, московское руководство, московское правительство, не знаю как сказать, город Москва закупил тогда в Британии большую партию городских автобусов. Вот они на картинке, еще с фотографией тех времен. Но как их парковать, как хранить-то, да, понимаете? Одно дело где-то вот хранить, да, содержать легковой автомобиль, гараж для этого существует, а вот эту вот огромную ораву, о, смотрите-ка, был составлен такой авангардный проект. Гараж. Гараж вот на все эти автобусы. Архитектор Мельниковым, выдающийся человек, очень украсил в 20-е годы Москву своими зданиями, только не все это понимают, что он их украсил. Смотрите, в виде параллелограмма, сделано это чисто функционально, конструктивистски, для того, чтобы машинам было удобно заезжать и выезжать. Тут вот на картинке пути движения автобусов показаны, все такое прочее. Вот они так должны были стоять вот немножко, ну, наискосок, что ли, так, да, вы понимаете меня. Так вот удобнее ездить. Гараж получился на славу, он и сейчас жив. Это вот, в общем, современная фотография этого гаража. В нем сейчас находится музейная площадь, очень большой симпатичный музей. Вот. И Мельников создал, создатель этого вот сооружения. Мельников вообще знаменит еще несколькими гаражами в Москве. Вот еще один из его гаражей московских, да, ведь такой вот тоже утилитарная конструкция. Кстати, такие конструкции использовали, он не сам придумал, такие полукруглые. Их использовали в качестве железнодорожных депо. Вот отсюда выезжает поезд, паровоз, вернее, и выходит на одну магистраль. Вот так вот их делали, таким вот полукруглым. Этот вот он для автомобилей сделал его. О, дворец культуры. Сейчас в нем театр под управлением Романа Виктюка будет, да. Маленький был кусочек земли, и на нем нужно было построить дворец культуры. И вот он, значит, вынес, так сказать, наверху, такими вот эркерами, что ли, не знаю, как сказать. Вот дополнительные, значит, помещения, которые были необходимы, уместил там, да. Вот тоже чудо увеков... Все понимают, что даже Центробанк наш отчеканил монету с изображением вот этого вот дворца культуры, да. Но подлинный его шедевр, который знает во всем мире, как говорится, но эти тоже работы его известны, это его собственный дом в кривоколенном переулке на Арбате. Это были те времена, когда еще фактически в центре Москве можно было получить участок земли под индивидуальную застройку. Это два такие вот цилиндра, пересекающиеся. И эти цилиндры построены очень интересным способом. Вот он возводил эти цилиндры, используя очень экономную кладку. Каждый ряд кладки сделался со сдвигом. Таким образом получалось, что вот в этой кладке можно было образовать огромные проемы такие, видите, шестигранные такие, шестиугольные проемы. Они не нужны, они не несущие. Несет кирпич кладку, да, значит, что в кирпиче нагрузка вот так вот под 45 градусов распределяется, да. Ну и, соответственно, вот эти пустоты, они не нужны, просто их вырезал. Это великолепное использование понятия сопромата или там строительной механики. Кстати говоря, столько окон в этом доме было не нужно. И не нужно, окна он просто заложил. Причем заложил мусором, ну, строительным мусором. Вот эти вот битый кирпич, там всякий вот застывший раствор. Мусор заложил их, заштукатурил, там. Говорят, что со стройки этого дома не вывезли ни одной тачки мусора. Вот, все ушло в этот дом строительный, строительный мусор. Вот такой вот замечательный дом с эдакими необыкновенными комнатами круглыми. У него там типа какая-то тогда, ну, вот это вот, как сказать, дворец сна целой комнаты. Вот он ничего, кроме кровати, даже без ножек кровать, да. А это вот его последнее творение, это уже заканчивался НЭП, началось все как по порядку. Был построен большой гараж, значит, государственный, правительственный. И нужно было просто оформить окно. Вот он оформил это окно, этого последнего работы. Кстати, в 2013 году вот эта вот его последняя работа сгорела. Все. Всех благ, удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok